Итак, доброе утро, дорогие друзья! Те, кто уже проснулся, сегодня суббота, выходной. У кого есть выходной, продам изучать наследие Теслы с целью найти подтекст и определить как можно ближе информацию, которая позволит создать халявную энергию. Мы с этой целью собрались здесь. Подытожим, как говорится, логически, умозрительно. Может, с этого чего и родится. Во всяком случае, мы первую книгу прочитали, половину второй книги прочитали, и уже я как бы выдал на гора теорию структуры шаровой молнии и плазмоидов, которые летают над Землей. Уже благодаря Тесле и линии Тесле на его информацию, которую он изложил. Потому что это не моя, как бы от себя, а именно опираясь на ту информацию, которую Тесла дал. Ну, представлюсь для тех, кто впервые смотрит. Я Тарасов Юрий Владимирович, ведущий специалист компании «Электромб». Мы уже 10 лет выпускаем энергию, сберегающее устройство минимизации мощности, которое позволяет при установке на вводе после любого счетчика, в разрыв фазного провода, перед всеми нагрузками в помещение, экономить в районе 30%. А если у вас счетчик Меркурий 230 РТ, то и до 70% можете экономить на законных основаниях с нашим комплектом оборудования. Весь ассортимент оборудования можете найти в описании под видео. Перейдя по ссылке, там нажмете три буковки «Еще», развернется текст, и найдете ссылки на наш сайт записать, и на сайт «Сдэкмаркета», где это можно все заказать, получить, установить, экономить и радоваться этому. Так что перейдем к Тесле, почитаем, что же он нам все говорит, все ближе, ближе и ближе. Узнаем, что же он имел в виду и что хотел. Вчера мы закончили на том, что он хотел раскрыть, ну, так скажем, не раскрыть, а предложить наиболее дешевый, экономичный, самое главное, экономичный способ производства железа. Экономичный, значит, он, ну, во всяком случае, мы будем думать, и думаем об этом, что он где-то брал дополнительный источник энергии, который, как бы, не производится электростанциями, электростанциями, халявный, так скажем, и это позволяет экономить на производстве железа. Что мы, в принципе, здесь все и собрались, для экономии. Давайте посмотрим и почитаем, что же он здесь нам нахеровертил, грубо говоря. Так. Новый способ экономичного производства железа. И не только, я дальше-дальше буду читать. Так. Промышленный проект, который я разработал 6 лет тому назад, то есть это, порядка, 1900 год, в качестве предварительного шага предусматривал применение электрических токов, полученных от энергии водопада, ну, как в Ниагаре, не специально для плавления руды, а для разложения воды. О! Для разложения воды. Кто у нас там воду разлагал? Напомните фамилию его, которая в повышенном КПД, потом его прикончили, или сам, получилось, жизнь потерял. Ну, неважно. Чтобы уменьшить стоимость установки, предложил генерировать токи в исключительно дешевых и простых динамомашинах, спроектированных мной именно с этой целью, с целью разложения воды. Водород, высвободившийся в результате электролитического разложения, должен был сгорать, или вы соединяться с кислородом, но не с тем, от которого он был отделен, важно, а с атмосферным кислородом. Новое. Кстати, были такие попытки создать именно водородный двигатель, который мог разлагать воду практически из водяного пара, который нас окружает. Посмотрим, что он здесь предлагал. Что? Он дал фундамент по те разработки, которые сейчас имеются, и которые пытаются все заново реализовать, опираясь на это. Таким образом, почти вся электрическая энергия, израсходованная на разложение воды, возвращалась в виде теплоты, и получена в результате воссоединения водорода, которая и должна была использоваться для плавления руды. Кислород, полученный в качестве побочного продукта разложения воды, я намеревался использовать для некоторых других промышленных целей, что, возможно, приносило бы хорошую финансовую прибыль, так как это самый дешевый способ получения этого газа в больших количествах. Крупнее сделаю немножко. Так. Его, например, можно использовать для сжигания всякого рода мусора. Ох, сейчас и актуально. Низкосортного углеводорода или угля самого плохого качества, который невозможно сжигать в воздухе или рентабельно утилизировать другим способом. И таким образом, опять, можно будет иметь в своем распоряжении значительное количество теплоты или плавления руды. Вообще, это действительно... Его вот этот способ, он действительно, если подумать, актуальный. Ну, смотрите, потратили большое количество энергии на разложение воды на водород и кислород. При этом он кислород предложил не опять соединять с водородом, чтобы получить энергию. А вот чистый водород используют для производства энергии, а кислород использовать уже, как бы, тоже в режиме топлива. А для сжигания водорода использовать атмосферный кислород. Ну, с одной стороны, конечно, это выжигание кислорода с атмосферы, как бы, тоже, ай-яй-яй, не очень хорошо. А с другой стороны, он использует оба вида газа для производства энергии. Чтобы повысить экономичность процесса, предусмотрена эксплуатация установки таким образом, чтобы горячий металл и продукты горения, выходящие из печи, отдавали свое тепло холодной руде, поступающей в печь. Так что в процессе сплавления будет теряться лишь сравнительно небольшое количество тепловой энергии. Вот она, двойная труба в наших газовых котлах, которая позволяет увеличить КПД сжигания газа до 90 с лишним процентов. Когда горячий дымовой газ выходит через одну трубу, а через трубу, окружающую эту трубу с дымовым газом, уже нагретый внешний холодный воздух, поступает опять в камеру сгорания. Поэтому повышается КПД. Вот, это Тесла придумал. Потому что, когда увидит двойную трубу, торчащую из стены дома, сразу вспоминать, это придумал Тесла. Вот так вот, просто-напросто. Его первая идея. Ну, бытовая, так скажем. Так. По моим расчетам, этим способом можно было бы получить примерно 40 тысяч фунтов железа в год, затрачивая одну лошадиную силу. Эти приблизительно расчеты были сделаны с учетом потерь, которые невозможно избежать. При этом, выше названное количество составляет около половины от теоретически достижимого. Полагаясь на эти расчеты и на конкретные факты относительно определенного вида ожелезненного песчаника в изобилии, залегающего в районе Великих озер, учитывая стоимость транспортировки и трудовых затрат, я пришел к заключению, что в некоторых местностях производство железа этим методом обходилось бы дешевле, чем любым из применяемых способов. То есть разложение воды, потом сжигание водорода и кислорода в разных промышленных установках. А кислород брался бы из воздуха. Этот метод даст большую выгоду, если полученный из воды кислород используют не для плавления руды, как предполагалось, а найти ему более выгодное применение, удешевляя таким образом производство железа. Проект был выдвинут только с учетом интересов производства. Когда-нибудь, я надеюсь, прекрасная индустриальная бабочка появится из сухой сморщенной куколки. Только не подумал об экологии. Если постоянно сжигать кислород, мы чем сами дышать-то будем? Вот это было бы засада. Если все перейдут на сжигание кислорода из атмосферы, это мало не покажется. Отделение железа из ожелезненного песчаника с помощью магнита в принципе весьма достойно похвалы, поскольку не связано с расходами угля. Но эффективность этого метода в значительной степени снижается из-за необходимости последующего плавления. Я что же предлагал, просто магнитом вытаскивать железняк из руды, что ли? Плавление железа. Что касается дробления железной руды, я бы посчитал его рациональным, только при условии применения гидроэнергии или энергии, полученной способом, исключающего расходование топлива. Электролитический, низкотемпературный процесс, благодаря которому появилась бы возможность извлечения железа, а также его отливки в нужную форму без топливных затрат, мог бы стать, по моему мнению, очень важным шагом вперед в производстве железа. Так же, как некоторые другие металлы, железо до сих пор не поддавалось электролитической обработке, но не может быть сомнений, что этот низкотемпературный процесс заменит, в конце концов, существующую металлургию, несовершенный метод литья, и таким образом устранит огромные потери топлива, которые неизбежно причастны к нагреванию металла в печах. Но это все лишь благие пожелания. Еще несколько десятилетий тому назад ценность железа заключалась в его удивительных механических свойствах, но с приходом в производство динамомашин и электрических моторов его значимость для человечества выросла благодаря его уникальным магнитным качествам. Первые шаги в этом замечательном деле были сделаны около 30 лет тому назад, когда я открыл, что применение в двигатель переменного тока ковкой бессимеровской стали вместо сварочного железа, как это было принято в то время, удваило производительность мотора. То есть он предложил использовать мягкое железо. Не столистую сталь, а мягкое железо, которое как раз и увеличивает магнитную проницаемость. Я рассказал об этом явлении господину Альберту Шмидту, то есть оторженное железо, чьим неустанным усилием и компетентностью в большей степени обязана превосходство американской электротехнической продукции впоследствии управляющим промышленной корпорацией, занимающейся этим производством. Кстати, берите вот сталинский трансформатор, разбирайте его, железо там можно смять двумя пальцами. Оно, во-первых, покрыто уже какой-то окалиной, даже если его очистите, оно очень мягкое. А возьмите современный трансформатор, все равно, если у него сварка там прогнана, и со мной его брать, он все равно довольно-таки железистый. Потому что сталь кругом применяется, сталь стала практически дешевле, чем мягкое отожженное железо. Так практически и к медному проводу. Вот сталистов его провода, медного, навалом везде, а в мягкий провод френ найдешь. Приняв мое предложение, он построил трансформаторы, используя указанную сталь, и они также продемонстрируют свое очевидное преимущество. Затем под руководством господина Шмида было продолжено систематическое исследование, в ходе которого постепенно удалены примеси из стали, который являлся таковой только по названию, так как в действительности это было ковкой железа. И вскоре получили продукт, не нуждающийся в дальнейших существенных улучшениях. Что с тех пор у нас практически везде используется. Грядущий век алюминия, следующий такой параграф. Приговор медной промышленности, огромный прогрессивный потенциал нового металла. Добившись за последние годы больших успехов в производстве железа, мы в сущности достигли пределов его улучшения. Мы не питаем надежд на существенное увеличение предела прочности, на разрыв, на улучшение его упругости, твердости или ковкости. Не можем мы также рассчитывать на значительное улучшение его магнитных свойств. Совсем недавно весьма полезным оказалось добавление небольшого процентного отношения количества никеля в железо. Но для дальнейшего продвижения в этом направлении возможности не предвидится. Кто в курсе, знаете, в броневой стали сколько всякой херни содержится? И никель, и магний, и прочий, прочий. И у нас российская броня считается самой лучшей в мире. Можно рассчитывать на новые открытия, но они не смогут нести существенных изменений в улучшении ценных свойств этого металла. Хотя и могут значительно снизить производственные расходы. Ближайшее будущее железо обеспечено его дешевизной и универсальными механическими магнитными свойствами. Характер этих качеств таком, что сегодня никакой другой материал не может конкурировать с железом. Но не может быть сомнений в том, что в недалеком будущем во многих своих неоспоримых ныне сферах применения железо окажется вынужденным передать скипета другому металлу. Наступающий век будет веком алюминия. Совершенно правильно он все это предвидел. Прошло только 70 лет, кстати, наши фанерные самолеты в Отечественную войну, в начало войны, практически только фанеру использовали. Хотя немцы уже широко использовали алюминиевую обшивку на самолетах. Прошло только 70 лет с тех пор, как опыта Вюллера позволили внедрить этот чудесный металл. А алюминиевая промышленность, которая едва ли 40 лет от роду, уже приковывает к себе внимание всего мира. Никогда ранее в истории цивилизации не было вписан в такой быстрый успех. Не так давно алюминий продавался по фантастической цене. 30 или 40 долларов за фунт. Сегодня его можно приобрести в любом желаемом количестве за столько же центов. Более того, недалеко то время, когда и эта цена будет казаться фантастической, так как есть немало возможностей для усовершенствования его производства. В настоящее время большую часть металла производят в электропечах в ходе имеющего ряд достоинств процесса, соединяющего в себе плавление и электролиз. Но этот способ, естественно, требует больших затрат электрической энергии. Берут глину, забыл как называется, специальная такая алюминиевая глина, ее расплавляют и под действием электролиза вытягивают оттуда алюминий. Вот и весь процесс просто-напросто. У меня где-то видео было, мне прислали коробочку с этой глиной, я пытался на своей установке, по сжиганию влажного топлива, попробовать расплавить ее. Да, она плавится, где плавимая дуга опускается на глину, там она плавится. Но электролиза там не происходит, потому что там нет постоянного тока практически. Там идут гармонические колебания, как говорил Тесла. Поэтому плавление есть, а отделение нет. Так, мои расчеты показывают, что стоимость алюминия можно значительно снизить, применив для его производства способ, подобный тому, что был предложен мною для получения железа. Для получения фунта алюминия потребуется лишь около 70% теплоты, необходимая для получения фунта железа, как у нас. 70% реактивки, 30% активки. За 30% только платим. Для получения фунта алюминия потребуется лишь около 70% теплоты, необходимая для получения фунта железа. А ввиду того, что его удельный вес составляет лишь около 1 трети веса последнего, то при том же количестве тепловой энергии можно получить столько алюминия, что его объем будет 4 раза превышать объем железа. Но идеальным решением является низкотемпературный электролитический процесс производства, и на него я возлагаю надежды. О, как. Раскроют дальше или нет, неизвестно. Потому что я тоже с первого раза с вами читаю. Абсолютно неизбежно, что прогресс в алюминиевой промышленности приведет к полному уничтожению медной промышленности. Ну, провода у нас в советское время широко алюминию применялись, и опять сейчас перешли на медную. Хотя СИП до сих пор алюминиевый, просто это алюминиевые провода защитили полиэтиленом высокого давления. Но, тем не менее, проводка в домах. Все-таки на медную поменяли, а не на алюминию. Хоть сейчас и разрешили, вроде бы ГОСТом, применять алюминиевую проводку. Но не знаю, что-то широко распространение-то не особо получило. Они не могут существовать и преуспевать совместно, и последняя обречена, то есть медная промышленность, не имея никакой надежды на выздоровление. Даже сейчас передача электрического тока по алюминиевым проводам обходится дешевле, а во многих отраслях хозяйственного применения у меди нет никаких шансов успешно выдержать конкуренцию. Дальнейшее существование существенного снижения стоимости алюминия приведет к полному вытеснению меди. Кстати, тенденция у нас в быту сохраняется совсем наоборот. Если в советские времена у нас практически вся посуда была алюминиевая, вся проводка была алюминиевая в домах, все несущие провода были алюминиевые, вроде дешевле получается, и удобнее, и моется легко. А сейчас практически вся посуда металлическая, стальная, ну хорошо, хоть алюминиевые несущие провода оставили, но защитили оболочкой, хорошо, она прочности увеличилась, обрывы меньше, безопасны и так далее. Но проводка в домах-то медной осталась. То есть, что же думают, что все при капитализме должны стать капиталистами и тратить деньги на дорогущие вещи, да? А в советские времена государство знало, что люди бедные, и старалось как бы меньше обребеднять их на расходы. Вот все это отношение капитализма к социализму. Но широкое внедрение первого, то есть алюминия, не будет происходить беспрепятственно, потому что, как это всегда бывает в таких случаях, более мощная промышленность будет подавлять более молодую. О! Гигантские медные капиталы будут контролировать карликовые алюминиевые капиталы, и нескоро и на хоть меди будет гасить быстрый алюр алюминия. Но это только отложит, но не предотвратит надвигающую катастрофу. Вот и все объяснение просто-напросто. Засилие капиталов. Алюминий, однако, не остановится на вытеснении меди. Пройдет не очень много лет, и он вступит в жестокую битву с железом, и в лице последнего он найдет соперника, покорить которого будет нелегко. Исход соперничества в большей степени будет зависеть от того, станет ли железо обязательно материалом для электрических машин. Только будущее может дать ответ. Все моторы алюминиевый корпус практически. Раньше были Чугунина, Сталине, Прибрежневе, а сейчас практически все алюминиевые корпуса. Только будущее может дать ответ. Проявляющийся в железе магнетизм, единичное явление в природе. Хотя алюминий тоже является усилителем магнитного поля. Во всяком случае, в справочнике это написано. Еще не ясно, что это такое, что именно заставляет этот металл вести себя настолько отлично в этом отношении от всех других веществ, хотя предлагается много теорий. Что касается магнетизма, то молекулы различных веществ ведут себя подобно полым балансиром, частично заполненным вязкой жидкости. О! Видите? Читаем-читаем, вроде хрень-хрень-хрень, а между строк-то появляются несколько строчек уже близко по теме. Что касается магнетизма, то молекулы различных веществ ведут себя подобно полым балансиром, частично заполненным вязкой жидкости. Молекулы различных веществ ведут себя подобно полым балансиром, частично заполненным вязкой жидкости. Очевидно, в природе существует некий возмущающий фактор, которая заставляет каждую молекулу, подобно балансиру, отклоняться в ту или другую сторону. Если молекула отклоняется в одну сторону, тело является магнитиком. Если в другую, тело не является магнитиком. Но оба положения устойчивы, как это было бы в случае с полым балансиром, благодаря стеканию жидкости в нижнюю часть. А помните, в начале книги он что говорил напрямую, прямым текстом? Магнитное поле – это эфир. Однозначно было написано прямым текстом. Магнитное поле – это эфир. Теперь мы видим, что эфирные частицы представляют себе некую вязкую жидкость, неустойчивую, неуравновешенную. И под действием какой-то внешней силы они могут наклоняться в разные стороны. А по моей последней теории, что они обладают как бы вибрацией. Или, как я говорил, маленькие или раздуваются. Маленькие или раздуваются. То есть, грубо говоря, если внутри есть что-то не отцентрованное, то оно может влиять на размер этой частицы. И при внешней факторе действительно могут отклоняться в одну сторону, и тогда эта молекула будет вытягиваться в другую сторону. И в зависимости, откуда это действует, она будет или вверх, вниз, или в другую сторону. Вот так вот. Получается, всё сходится. То есть, эта эфирная частица представляет себя типа воздушного шарика, типа клетки. О! Очень хорошее показать. Это клетка с ядром внутри. Она как бы заполнена внутриклеточной жидкостью. И это ядро может отклоняться в разные стороны, как бы меняет центр тяжести, центр действий силы. Вот таким образом это практически эфирная частица по Тесле. Читаем дальше. Так, перечитаю, чтобы закрепили. Если молекула отклоняется в одну сторону, тело является магнетиком. Если в другую, тело не является магнетиком. Но оба положения устойчивы. Устойчивы. То есть, жёстко, практически. При отсутствии сил оно мягкое. А при появлении сил оно сразу становится жёстким. Как жидкие кристаллы. Очень хороший пример. Так. Если молекула отклоняется в одну сторону, тело является магнетиком. Если в другую, тело не является магнетиком. Но оба положения устойчивы. Как это было бы в случае с полым балансиром. Благодаря стеканию жидкости в нижнюю часть. Ну, знаете, песочные часы. Удивительная вещь. Молекулы всех известных веществ отклонялись в одну сторону, в то время как молекулу железа в другую. Представляется, что этот металл имеет совершенно отличное от всего остального на земном шаре происхождение. В высшей степени невероятно, что мы откроем какой-либо другой или и более дешёвый материал, который будет равен железу. Или произойдёт его по магнитным свойствам. Вот это описание молекулы, на которую воздействует внешняя сила, она является магнетиком или не магнетиком, напоминает практически структуру нашей Луны. Которая повёрнута к нам в одну сторону. Кто говорит, что она полая, что у неё смещённые центры тяжести. И поэтому, когда она вращается вокруг Земли, её центр масс смещён от Земли, в сторону космоса. Поэтому она вращается только в одном направлении, одной стороной к Земле. Очень похоже на описание Тесловское. Такой балансир внутри Луны. До тех пор, пока мы... А как Тесла говорил, что практически всё подчиняется единым законам. От микроскопических размеров до вселенских размеров и до общественного строя. Одни и те же законы. Половина массы на квадрат скорости. До тех пор, пока мы радикально не изменим характеристик, применяемые электрическому току, железо будет необходимым. Тем не менее, преимущество, которое оно демонстрирует, только кажущееся. Пока мы используем слабые магнитные силы, оно намного опережает любой другой материал. Но если мы найдём способ получения мощных магнитных сил, то более высокие результаты будут достигнуты и без него. Я фактически уже построил электрические трансформаторы, в которых не используется железо. И производительность которых в 10 раз выше на фунт веса, чем железных трансформаторов. Ну, в данном случае, здесь получается так двояко. Железо-трансформатор, оно концентрирует магнитное поле в маленьком объёме, как бы направляя его в нужное русло. А без железа оно рассеется в разные стороны. Но при этом оно как бы входит в симбиоз с магнитным полем Земли и атмосферы. А практически и при этом, я думаю, из-за этого у него КПД выше, чем если бы он использовал железо. В котором, в большей части, вихревые токи, токи ФУКО, всё это рассеивается и так далее. А здесь препятствий нету. Ведь, как Тесла говорил, против каждого действия есть противодействие. Если на железо действует магнитное поле, оно сопротивляется ему. А если железа нет, то и практически сопротивляться нечему. Но сопротивляется, допустим, окружающее пространство, но там нет железа, то есть вихрем образовывалось практически нечему. И оно как бы рассеяно по объёму. То есть сопротивление противодействия меньше действия. Я так понимаю. Такой результат достигается при применении токов очень высокой частоты колебаний, полученных новым способом, вместо обычных токов, применяемых в настоящее время в промышленности. Я также добился успеха работы на таких высоких частотах с электрическими моторами, построенном без применения железа. Но результаты пока что хуже по сравнению с теми, что получено с обычными железными моторами. Хотя теоретически первые способны производить несравнимо большую работу на единицу веса, чем последние. Это скорее всего из-за того, что если он собрал мотор без железа, у него не происходит концентрации магнитного поля. У него же там вращающееся магнитное поле, оно должно быть сконцентрировано, чтобы получать максимально КПД. То есть направлено в определённом направлении. А если он рассеянный, то естественно КПД меньше. Но кажущиеся непреодолимыми трудностями, стоящие сейчас на пути, можно в конце концов преодолеть. И тогда с железом будет покончено. И все электрические машины будут изготовляться по всей вероятности из алюминия по смехотворным низким ценам. Мне вспоминается ещё в советские времена публикация в журнале, то ли юный техник, то ли техник молодёжи, или где-то в конце 80-х годов, что один сделал мотор из куска текстолита, в котором проложил просто медные проводники, ну типа похоже на беличью клетку в асинхронном двигателе. И при внешней катушке вот этот мотор вращался. То есть там железа не было. Там только медь и текстолит, грубо говоря. Или там пластмасса просто-напросто. И он расчёс с довольно большой скоростью. Вот. Если найдёте, можем об этом обсудить просто-напросто. Ну едем дальше. Но кажущиеся непреодолимыми трудности, стоящие сейчас на пути, можно в конце концов преодолеть. И тогда с железом будет покончено. И все электрические машины будут изготовляться по всей вероятности из алюминия по смехотворно низким ценам. Ну сейчас практически так и есть. Не смехотворная цена, конечно. Но при массовом производстве это асинхроники намного дешевле стоят, чем щёточные. Во многих отраслях промышленности, например судостроения, или там, где должны быть конструкции лёгкими, новый металл станет внедряться намного быстрее. Он замечательно подходит для такого применения. И несомненно, рано или поздно вытеснит железо. Весьма вероятно, что с течением времени мы окажемся способны придать ему много таких ценных свойств, которыми обладает железо. Кстати, его вращающееся яйцо, практически там тоже металл не содержится, железо не содержится, там же медь практически. А он его запускал практически как мотор. Пока ещё невозможно сказать, когда совершится эта промышленная революция, но можно не сомневаться, что будущее принадлежит алюминию. И он явится основным средством увеличения мощности человечества. В этом отношении он обладает намного большими возможностями, чем любые другие металлы. Я бы оценил его прогрессивный потенциал ровно в 100 единиц относительно потенциала железа. Эта оценка, хотя она и может удивить, вовсе не является преувеличением. Во-первых, мы должны помнить, что общий спектр применения алюминия в 30 раз превышает объём использования железа. Это само по себе предполагает большие возможности. Кроме того, новому металлу гораздо легче поддаётся обработке, чем увеличит его преимущество. Многие качества приближают его к драгоценному металлу, что придаёт ему дополнительную ценность. Один только параметр – удельная электропроводимость, которая при заданном весе больше, чем у любого другого металла. Будет достаточной, чтобы сделать его незаменимым в будущем прогрессе человечества. Чрезвычайно, лёгкость алюминия делает транспортировку изделий из него очень удобной. Это свойство алюминия произведёт революцию в строительстве военно-морских судов. Но почему-то сейчас всё-таки алюминий – вещь самая дороговатая. И дешевле делается из пластика, который делается из нефти, грубо говоря, его залейся хоть, чем из алюминия. Всё-таки производство алюминия дороговато. Но его важнейший способствующий прогресс потенциал проявится, я полагаю, когда человечество начнёт совершать путешествия по воздуху с помощью летательных аппаратов. О! Предвидеть, что вы практически… Я сказал летать по воздуху с помощью алюминия. Есть! И вперёд! И выполнили его наказ. При условии, что полёты будут идеально удобными, он будет наилучшим средством единения разнородного и разноязычного человечества. Прямо как Индир и Ганди. В качестве первого шага в осуществлении этой идеи мы должны создать более лёгкую аккумуляторную батарею или получить больше энергии от угля. И следующий пункт. Попытки получения большого количества энергии от угля, передача электроэнергии, двигатель, работающий на газе, полно ездит, низкотемпературные угольные аккумуляторные батареи. Ишь такого не слышали. Низкотемпературные угольные аккумуляторные батареи. Интересно? Читаем. Я вспоминаю, что когда-то считал получение электричества путём сжигания угля в батарее в величайшем достижении, успешно двигающем вперёд цивилизацию. И с удивлением обнаруживаю, что непрерывное изучение этих вопросов в большой степени изменило мои взгляды. Как мне сейчас видится, сжигание угля в батарее, пусть и эффективное, стало бы просто промежуточным ходом, фазой в эволюционном развитии, направленным на нечто гораздо более совершенное. Что он имел в виду сжигания батареи, что-то мне не совсем понятно. Наверное, что-то я не знаю. В конце концов, получая электричество таким способом, мы уничтожим сырьё, а это было бы варварством. Может, он имел в виду производство электричества, и потом зарядка аккумулятора в батарее. То есть, сжигаем уголь на электростанции, получаем электричество, потом накапливаем его в аккумуляторы. Может, я это имел в виду? Нам следует научиться получать необходимую энергию, не растрачивая сырья. В настоящее время большая часть движущей энергии даёт уголь, и он или напрямую, или через продукты горения в значительной степени увеличивает энергию человечества. К сожалению, во всех освоенных сейчас процессах большая часть энергии угля растрачивается понапрасну. Лучше паровые двигатели используют только малую часть всей энергии. Даже в газовых двигателях, имеющих более высокие показатели, всё ещё происходят потери в огромных масштабах. Ну да, как проехать машина на газе, от неё вонь такая стоит. Лучше не подходить. Редко такая машина не воняет газом, который на газе ездит. В нашем электросветительной системе мы едва ли используем 1,3%, а при газовом освещении ещё меньшую часть суммарной энергии угля. Что касается различных способов использования угля, применяемых в мире, мы, конечно, потребляем не более 2% теоретически доступной нам энергии. То есть завались его этого угля кругом. Тот, кто остановит эти бессмысленные потери, станет великим благодетелем человечества, хотя решение, которое он предложит, не сможет быть долговременным, поскольку оно привело бы в конечном счёте к выстощению запаса горючего сырья. Пришели бы в первую очередь, если какой-нибудь дурак скажет, я благодетельно обеспечу вам нескончаемые источники энергии, не надо сжечь уголь, которое привело бы сразу к банкротству всей угольной промышленности, которая топит электростанции, его бы не то что казнили, четвертовали, испепелили просто-напросто, я уж не знаю, что сделали бы в этом попытке. Но, в всяком случае, вся экономика практически любой страны, рыба, которая является сырьевой страной, сразу бы обвалилась. Так что, как говорится, его благими намерениями выстилена дорога в ад экономики сырьевой страны, как, допустим, наша Россия. Ну, у нас ещё там нефть, газ остаётся, всё такое. Попытки получения большого количества энергии от угля делаются, главным образом, в двух направлениях. Путём генерирования электричества и путём получения газа с последующей выработкой движущей энергии. В обоих случаях уже имеются значительные достижения. Ну, перейдём на дровяной газ, просто-напросто. Как раз, на Украине ездит, у нас ездит. За правило... Понравилось мне, едет Нива, везёт за собой тележку. В тележке стоит аппаратура, которая при горении древесины выделяет этот газ. И этим газом по шлангу сразу поступает в мотор Нивы. И он шпарит себя, и от нечего идёт. Вышел, подкропил, подкинул дровишек и вперёд поехал. В конце концов, нам апокалипсис не грозит. Были бы знания эти сохранённые. Даже не будь, как говорится, вот этого топлива, дешёвого, нефти, допустим, и газа, а древесина была бы, лес рос бы, мы бы со мной ездили на машинах, только используем дровяной газ. Просто-напросто. Потому что смекается человек, он выживет. Появление системы передачи электрической энергии, переменного тока, открывает эпоху экономии энергии, которую человек может получить из угля. Очевидно, что электрическая энергия, которая даёт водопад, сберегает другие виды топлива, тем самым представляет выгоду для человечества. Эта энергия тем более экономична, что её можно получить при небольших затратах человеческого труда, и этот способ получения энергии Солнца наиболее совершенный из всех известных, во многих аспектах способствует успешному развитию цивилизации. Но электричество даёт нам также возможность получать от угля больше энергии, чем при применении старых методов. Нет необходимости транспортировать уголь на большие расстояния к местам потребления. Сжигаем его рядом с шахтой, получаем электричество с помощью динамомашины, передаём электрический ток в отдалённые населённые пункты, добиваясь таким образом значительной экономии. Вместо того, чтобы приводить фабричный механизм в движение старым расточительным способом, используя ремни и приводные валы, превращаем энергию пара в электричество и подключаем электрические моторы. Неудивительно, что кроме других важных преимуществ, этот способ даёт двух- или трёхкратное увеличение полезной движущей энергии, получаемой от горючего вещества. Именно в этой сфере, а также в передаче энергии на большие расстояния, система переменного тока с её идеально простым оборудованием совершает промышленную революцию. Но во многих областях этот прогресс ещё не ощущается. Например, пароходы и поезда всё ещё приводятся в движение непосредственно приложением энергии пара к приводным механизмам. Гораздо больше процентов тепловой энергии, топлива, можно было бы преобразовать в энергию движения, если вместо привычных судовых двигателей и локомотивов использовать динамо-машины, приводимые в движение специально спроектированными паровыми и газовыми двигателями. И использовать полученное электричество для привода двигателя. Таким способом можно увеличить полезную энергию, получаемую от угля, от 50 до 100%. Современные, они так и устроены. Стоит генератор, то есть, стоит, допустим, двигатель внутреннего сгорания, не важно, на угле-то сейчас мало кто-то топит, наверное. В основном там мазута, на мазуте работают. А потом, генератор, который стоит на нем, распределяет энергию по всему кораблю и движется, и винт вращается корабля, и всякие приводные механизмы и так далее. То есть, вот эта комбинированная схема, она до сих пор используется, особенно она с военки началась, а потом сейчас и гражданские машины, это гибриды, ездят. Правда, сейчас что-то про них мало слышно, но одно время говорили. Вот гибрид, там стоит мотор бензиновый, там стоит генератор, на каждом колесе по электродвигателю он гоняет. Что-то про них, про гибридных, наверное, мода отошла, что ли. Маловато сейчас вещает. Все электромобили, электромобили. Ну, лоббируют просто-напросто аккумулятором промышленности, чтобы делали электромобиль на аккумуляторах. Гораздо больше процент тепловой энергии, топлива, можно было бы преобразовать в энергии движения, если вместо привычных судовых двигателей и локомотив используют динамомашины, приводим в движение специально с проектированными паровыми и газовыми двигателями, а используют полученные энергии, полученные электричества для привода двигателя. Таким способом можно увеличить полезную энергию, полученную от угля, от 50 до 100%. Трудно понять, почему инженер не деляет этому простому и очевидному факту большого внимания. Такое усовершенствие стало бы особенно желательным для океанских судов, что дало возможность уменьшить шум и значительно увеличить скорость и грузоподъемность лайнеров. Титаник не знает, на чем ездит. То ли напрямую у него паровая машина стояла там, то ли электродвигатели. Скорее всего, напрямую работало. Может, на электродвигательстве проще было бы. Безопаснее. В настоящее время, применяя новейшие, усовершенственные газовые двигатели, от угля получают больше энергии. По экономичности они, вероятно, в два раза превосходят лучше паровые аналоги. Развитие газовой промышленности способствует быстрому внедрению газовых двигателей. При нынешнем состоянии механики и электротехники наиболее рациональным способом извлечения энергии из угля является очевидное производство газа вблизи залежей угля. И используем его и там же, или в каком-либо другом месте, с целью получения электричества для промышленных нужд с помощью динамомашин, приводимых в движение работающими на газе моторами. Коммерческий успех такого предприятия в значительной степени зависит от производства газовых двигателей большой номинальной мощности, которые, судя по интенсивной работе в этом области, в скором времени начнут проявляться. Во всяком случае, мне всегда возникал вопрос. Когда мотор работает на бензине, туда как бы добавляется масло. Ну вот на самых дешевых, конечно, там бензин смажется с маслом, но лучше всего подходит, потому что все трущиеся механизмы смазываются даже в камере сгорания. Высокооктановый, допустим, бензин, они все равно имеют маслянистый эффект, и со мной трущиеся части они смазываются. Но газ, там же практически ни масла, ничего нету. И он сгорает практически под 100% в чистую. Но трущиеся механизмы, те же поршни там остаются, они же в сухую практически работают. И как я слышал раньше, что вот эти газовые, если машину перевести на газ, и практически в несколько раз сокращается срок службы двигателя, его потом выбрасываешь просто-напросто. Потому что смазки нету. А выпускают газовые генераторы, там тоже мотор стоит с генератором, и заправляется газом. Там такая же песня практически. Какие-то в других местах механизмы, они смазываются маслом, но в камере сгорания, где ездит поршень, там же масла никакого нету. Там чисто сухое трение идет. Это же какого надо качества делать трущиеся детали, чтобы они долго работали. Ну, сейчас тенденция, в принципе, купил год гарантии, через год выбрасывай. Может быть, по этому поводу они так и шлепают их, и клепают. Ну ладно, едем дальше. Но все эти улучшения являются лишь промежуточными фазами, эволюционным развитием, нацеленным на нечто более совершенное, поскольку, в конечном счете, мы должны преуспеть получение электричества из угля прямым способом, не допуская больших потерь тепловой энергии. Можно ли окислять уголь, применяя низкотемпературный процесс? Это еще вопрос. Во всяком случае, бензиновые зажигалки, бензиновые горелки, которые выделяют тепло без образования пламени, еще в советские времена у всех рыболовы были. Ну, во всяком случае, многие, я сам в руках держал. Заливаешь туда немного бензинчику, зажигаешь, закрываешь, пламени нет, она горячая. Ну, а он мечтает насчет угля так же сделать. Его соединение с кислородом всегда сопровождается выделением тепла. А можно ли энергию соединения углерода с другим элементом превратить непосредственно в электрическую энергию? Еще неизвестно. При определенных условиях азотная кислота будет окислять углерод, генерируя электрический ток, но раствор не останется холодным. При определенных условиях азотная кислота будет окислять кислород, генерируя электрический ток, но раствор не останется холодным. Предлагались другие способы окисления угля, но они не сулят эффективного результата. Я сам потерпел полную неудачу, хотя, возможно, не совсем такую полную, что испытали те, кто усовершенствовал в кавычках низкотемпературную угольную аккумуляторную батарею. Вот она. О чем он пел-то все время. То есть углерод смешивали с азотной кислотой, дабы получить электричество. Хотя я про такие способы мало что знаю. Ну, я понимаю, обычно аккумулятор, там, свинец, серная кислота и так далее, но чтобы уголь окисляли кислотой, ну, в принципе, солевая батарейка из того и сделана. Угольный стержень, потом там электролит и цинк практически снаружи. В принципе, то же самое угольная батарейка. По существу эта проблема для химика. Она не для физика, которая заранее рассчитывает все свои результаты. Так что совершенный эксперимент не может быть неудачным. Но в данном случае в солевой батарейке просто это электрод, который отводит ток. Он практически не изнашивается. То есть уголь-то не преобразуется в электричество. А он мечтает, чтобы именно с угля получать электричество. Химия, хотя наука и достоверная, еще не допускает поиска решений такими точными методами, как те, что применяются при разработке многих физических проблем. Результат, если это возможно, достигается скорее благодаря настойчивым опытам, чем дедукции и расчету. Однако скоро наступит время, когда химик сможет следовать заранее проложенным курсам и процесс его перехода к желаемым результатам будет просчитываться исключительно путем умозаключений. Низкотемпературно-угольный аккумулятор мог бы дать замечательный импульс расширения применения электричества. За короткое время он привел бы к созданию летательной машины и чрезвычайно ускорил бы широкое состояние автомобиля. Но эти и другие проблемы будут решаться лучшим образом и научно обоснованы при наличии легкого аккумулятора. Но уж на угольном аккумуляторе думаю не полетаешь. Он сам по себе тяжелый чтобы на нем летать. А вот на литий-ионных допустим это да литий-металл легкий и на нем практически большинство всех современных аккумуляторов и построено. Ну на этом хватит. Завтра мы прочитаем очень интересную вещь. Энергия получаемая из окружающей среды. Ветряная мельница и солнечный двигатель движущие энергии земной теплоты и электричества из природных источников. Но самое интересное первое энергии получаемой из окружающей среды. К чему мы стремимся? Именно к этому получить энергию из окружающей среды халявным способом. Так что друзья мои приходите на завтрашний стрим будет я думаю будет не менее интересно он уже видите с первого стрима мы уже практически можем судить о структуре эфира которую он высказал теорию понимаете мы практически крупицы золота выдергиваем с его текстов но все равно у нас обрисовывается какая-то картина и она подтверждается чисто экспериментально теми явлениями которые находятся в природе а мы только практически начали изучать наследие тесла я думаю мы что-то в итоге там сделаем прорыв какой-то будем конкретно знать что такое эфир с чем его едят как он действует и можно ли с него черпануть энергии так что приходите на следующий стрим и самое главное подписывайтесь на канал подписывайтесь ставьте лайки комментируйте заходите на наш сайт в описании под видео заказывайте энергию сберегающего устройства которое позволяет экономить и 30% и до 70% на законных основаниях для этого даже теслу слушать не надо зашли купили поставили и довольствуйтесь а это просто слушайте себе как интересная передача так что друзья мои до завтра ну дай бог как говорится встретимся завтра дай бог так что всем удачного дня пока пока пока